И снова здравствуйте! Это видео обзор был посвящен подарку от Аленки, она же Елена Снегирева. Ссылка под видео будет на ее канал в инфобоксе. Ну и что же, начнем. Да, вот это предыдущее видео, это было посвящено подарку от Насте Лукьяновой и буковкой И в кружочке. Вот ссылка на него на всякий случай, если вы вдруг его еще не смотрели, то посмотрите, если вам вдруг интересно, если вы любите меня, если вам нравятся наши встречи и обмены вот этими с этими подарками. Короче, если вы любите положительные эмоции. Но если вы их не любите, то не смотрите. И, короче говоря, чтобы просто уже не вдаваться, еще раз не повторять, что я встречала вчера в Ярике с Аленкой и Настей, я просто перейду к обзору. Вот тут у меня такой зелененький в основном. Я люблю зелененькое. В общем, это у нас Арифлейм. Любимая натура или что-то в этом роде. Сейчас я вспомню, что тут такое. Тут есть гель для душа. Так, а тут это нанести на кожу. Бла-бла-бла. Аленка, короче, сказала, что тут, ну так, в общем, состав приближен к составу и фроша, допустим, продуктов. Более такой натуральный. В общем, это у нас алоя и оливка. 250 мл. Сейчас я его снова занюхну, уже при вас. Вкусненько, приятненько, свеженько как-то так пахнет. В общем, обязательно, конечно, с удовольствием запользую. Я такой видела в обзорах, вообще вот такие гели видела в обзорах и у Насти, и у Аленки. И вообще у Насти в день до отъезда я смотрела как раз вечером видос, когда смотрела, в чем мне одеться, в чем мне ехать. Ярик, как раз у нее был в видео, в видео, точнее, был такой вот гель, малина, кажется, и мята, или что-то в этом роде. Но малина точно была. Вот как раз такой бутылочки. Так, потом сразу вместе их достану. Парочка-то вот тут шампунь и бальзам к нему. Это для волос клонок жирности. Аленка сказала, что это новинка. Ну да, я вот у нас такого не видела. Хотя я тут встала теперь внезапно, наверное, благодаря девчонкам. Когда прихожу в магазин Магнит, там вот эти все Магнит-Дикси, не Дикси, но все вот эти вот как бы сетевые магазины я смотрю не только на продукты питания, но и на полки, где не продукты питания. Это у нас Горинир, ботаник терапии, масло чайного дерева, цветки апельсина и алоэ вера. Сила эксперт на отработанных рецептах за возрождение природной красоты волос. Да, вот, натуральный экстракт, без парабенов, тонизирует, освежает, придает здоровое сияние, ощущение чистоты надолго, нормальным и склонным к жирности волосам, без силиконов. А тонизирующий шампунь вообще ни разу не пробовала. Я даже не знала, что у Горинир бывают шампуни для волос, что Горинир вообще делает шампунь. Или, вообще, может делать, я не обращала внимания, но вот именно вот такие, я что-то какую видела, такой флакон, я вообще не видела его. Впервые вижу, в общем, мне приказывают, что он такой зелененький. Зелененькая и красненькая любит Юля. Больше такие, больше всего любит. Ну, там еще под настроение, еще розовенькая одно время любила, у меня подружка думала, что я велик себе розовый купила, а он, к сожалению, к ее сожалению, наверное, синий. Отличается от этого, более травянисто, так пахнет, с удовольствием буду пользоваться. У меня как раз сейчас заканчивается мой шампунь от Миссис Грин. На самом деле, у меня в запасах там еще есть две Грин Мамы одинаковых с вишенкой. И забыла опять эту питерскую фирму, которую я обозревала в серии видео. Еще мне кто-то сказал, что надо было обозреть все продукты в одном видео, они видос на каждый продукт по отдельности. От Савадривода, два в одном геле, шампунь у меня еще стоит. В общем, и тут у нас бальзам. Ботаник терапия. Тонизирующий бальзам ополаскиватель. Тоже новинка, ну, соответственно, с парой к нему. Чайное дерево, цветки апельсин и алоэ вера. Тонизируется, освежает, придает здоровье волос. Улыбая сияние, легко расчетывается, нормальная, склонная к жимности волосам. Кстати, хорошо, что легко расчетывается, потому что у меня, допустим, на миссис Грин у меня волосы он слегка спутывает. Но это я уже подробно, я, конечно, расскажу в этих баночках, но лучше просто ассоциацию вспомнила так. Тоже так травянисто пахнет. Не всегда так прикалывала. Я помню, покупала шамту или шаума или что-то вот такое. И там, если, допустим, был бальзам и шампунь, то бальзам, чему-то всегда по объему был меньше. Хотя, мне кажется, больше бальзама используется, чем в шампуне. В общем, тут у нас 400 мл и тут 200 мл. А вот 400 мл надолго хватит, но на месяц точно. Так, тут у нас, как Аленка сказала, это за ее запасников. Закромородины Аленки Поберлик для крем. В общем, гель-крем для душа, смягчающий, нежная забота, молочный протеин с клубничным соком и молочным протеином. В общем, я его при ней открывала, сейчас и при вас открою. Он так вкусно пахнет вообще клубничечкой. И вот я мороженку как раз в этой академии ела вчера с девчонками, заказывала. И они, какие-то такие крысенькие мороженки, их мороженки вообще можете увидеть в Инстаграм. Я скину на всякий случай ссылку в инфобоксе и на Инстаграм Аленки, и на Инстаграм Насте. Ну, а мой Инстаграм, он, если вы пройдете на канале, во вкладочку о канале, то там внизу под ссылками увидите мой Инстаграм. В общем, у них была эта мороженка. У меня была мороженка с клубничкой, клубничным вареньем, он так же вкусненько пахнет, как эта клубничная варенька. И номер этого шампуня 83-90... А, это не шампунь, гель, пардон. Номер геля, в общем, 83-94. Так, это у нас очередной крем про руки от Faberlic. Крем для рук, комплексный уход. Алантаин, депантенол, масло подсолнечника. И вот он так вот не зафольгирован, но вот так вот запакован, что я буду первооткрывателем его. Номер 21-86, после вскрытия 6 месяцев. У меня такой, да, крем для рук, ногтей и кутикл. У меня такой уже был из этой серии и закончился. Я его в пустых баночках. Абреля обозревала, но на самом деле он у меня вот закончится буквально на днях. Потому что я что-то думала, что там совсем чуть-чуть осталось, а оно все капает и капает и капает. В общем, мне понравился, вообще такой классный. Еще у меня стоит крем для ног про ноги, кажется, от Насти Лукьянова или Аленки. Точно не помню, кто из них дарил, но точно кто-то из них у меня еще в запасниках стоит. И он такой охлаждающий эффект, думаю, как раз на лето. И у меня был еще, я сама заказывала тоже серии про ноги. В общем, мне очень понравилась вот эта серия про руки, про ноги. Так что, любители Фаберлика или же просто вам советую такую серию, в общем, она мне понравилась. И Аленке, конечно, большое спасибо. Так, и тут у нас лак от Фаберлик. Так, это антивозрастное средство для ногтей, гладкости, блеск. И вот он вот такой вот. Да, кстати, я намазала этот ногти настиным лаком Фаберлика. Он такой маленький, который в предыдущем обзоре показывала. Очень неудобно этой маленькой кисточкой краситься. Я как-то это не сразу приноровилась. Хотя я все равно как-то не сразу к ним приноравливаюсь. Я помню, когда из Аленки сказала, что я успела покрасить ногти только прозрачным лаком. И другим уже по времени, думаю, пока он будет сохнуть, я опоздаю. И хотела, я еще так думаю, что приеду. Мне наверняка Аленка подарит лак, я подумала так. И она подарила. И рассказывала, что будем сидеть в кафе в Манеке. И я накрашу ногти. Ну, в результате кафе на Манеке нам обломился. О чем я говорила, как в предыдущем видео. Вот я сейчас крашу ноготь поверх одного поберлика другим поберликом. Ну и это вот как был сам подарок. А еще у меня было... Мы с Аленкой договорились заранее на пару духов, которые ей сейчас не подно уже на имени пользуются, стоят, есть не просят. Но я знаю, что мне примерно аромат нравится. Она решила подарить их мне. Это я специально говорю для тех любителей написать какую-нибудь гадость, которая обижает мою подругу на тему того, что вот специально там какая-то БУ. Это как в прошлом видео, кто-то мне там такие телеги писал. Я кого-то почистила, конечно, в комментариях. Хоть я и говорила в одном видео, что мусор я там... Ну, не всех я удаляю. Но именно вот такое, что надевает, обижает моих друзей, я стараюсь все-таки удалять. Хотя некоторые из комментов у меня вообще висели... Там где-то 46 комментов, значит, во вкладке спама, но я их открывала и не могла увидеть. Только они знают, что есть сама цифра. Потом у меня они вдруг внезапно увиделись, эти комменты, не зная, что случилось. Сейчас там только 26 таких вот висит. Это я уходила и возвращалась за духами, потому что умудрилась их положить в пакет цифраше. И уже так это сначала порылась в сумки, такой, куда их делал. Вообще-то мы были тут, кажется, я вчера еще перекладывала, видать, пока в автобусе ехал. В общем, вот такие вот духи. Это у нас, по-моему, оба Арифлейм. Так, да, оба Арифлейм. Вообще, мне очень раньше нравились одни духи Арифлейм. Такие красненькие, я не помню название. Я помню, пришла к своей тете, они у нее стоят, есть не просят в таком же положении. А я брызнула, понюхала, мне так понравилось. Она говорит, мне, ну, в общем, ей, видимо, они разонравились или что-то в этом. Вроде давно еще, может, 6 или 7 назад. Они у меня долго еще тогда стояли, вот столечко их было. Я их так берегла. Дивань, Диваж, Дизаж, не знаю, что-то на Д вроде. В общем, они мне очень нравились вообще. Что-то так вот вспомнилось. Ну, у меня немного совсем, на самом деле, этих Арифлеймовских духов. Что Арифлеймом я, в принципе, пока не занималась сама. Заказывала только очень, ну, редко что-то у нашей библиотекарши. Это у нас Клаб Фем. В общем, такие слегка рисковатые, но мне иногда брезно такие рисковатые духи. У меня были какие-то духи, форовые, что ли. Я помню, когда-то их покупала, мне совершенно не понравились. И меня, в общем, можем сказать так, что я их подарила тогдашней, в общем, маме тогдашней подружке Женьке. С которой я долго-долго дружила, практически 8 лет. Ну, это я думала, что я с ней дружила. Ну, и, а потом мне подарила, прислала в этой, кажется, в ответ на то, что выиграла в конкурсе на подарок мой. Мне прислала подарок ответный Алена О, и там были духи, как раз вот эти 30 миллилитров, этот, форовые. И у меня Женька тогда, вот, они же тебе не нравились. Только я бы намекаю, чтобы я ей подарила их. А я так прислала, на себя понюхала, и мне так понравились. Очень быстро помню, делала мне, коту они не нравились, а мне не очень понравились. Я просто, вот, похожий аромат, вот, форовые, он, как раз, чисто мне, вот, кажется, он похож на Татаклад. А еще у Эмм, как-то, такой был тоже, соленая у нас, единственная поменяшка с ней была, как раз, я ей так-то какую-то свечку с Белоруссии какая-то посылала. Ну, чтобы она сама не помялась, но мы решили с ней обменяться. Шалко, конечно, что она канал свой закрыла. Ну, и, в общем, там были, были какие-то духи Эммари, по-моему, моем Уэйвен. И вот они вот точно так же примерно, ну, не точно так же, конечно, но примерно тот же, та же линия ароматов похожих. В общем, с удовольствием за пользую. Спасибо, Аленка. Так, вот это у нас такой. И еще вот у нас такой тоже красивый флакончик, тоже, вот, я как говорила, от Reflame. Это у нас что-то такое, с упору, власть женщин, или сила женщин. Можно по-разному перевести. Ну, и сейчас мы это его... Ай, блин, я его опять пытаюсь открутить, а его уже снимаются. Это я тогда с Аленкой сижу напротив ображения, пытаюсь его открутить, а его просто надо снять. Такой свеженький, островатый немножко. Ну, чисто мне такая, царь. Я оттуда пальцем достала эту жидкость. Хотя сегодня на мне, на самом деле, было дое духов. Я сначала поюзалась немножко Нероли и Фрашевской, а потом что-то она мне как-то рисковатой показалась. Хотя до этого раскрывалась на меня совсем немножко по-другому. Может, из-за того, что сегодня было слегка холодно, пасмурно и так далее. Хотя то место, куда я ехала, там немножко было посветлее. Я выезжала на велике, попала под мелкий дозик, но решила все-таки прокатиться. А когда доехала уже в поворот на Сосновой, тот дозик прекратился. На обратном пути случилось то же самое. Подъезжая к дому, попала под маленький дозик. В общем, перед выходом я достала... У меня три минки от Аленки есть в Аберликовске, эти по 15 мл. Я не помню уже какие, но... В общем, Каури там, по-моему, точно была. Мелоди и что-то еще. И вот Каури мне как-то, она думала, нет, что-то не идет. Что-то еще тоже что-то не идет. И вот Мелоди прыснула, и я поняла, что вот... А-а-а. А то так хорошо легло на ней роли. В общем, это у меня четвертые духи сегодня. Хоть я не прыскала сейчас, но все равно нюгала. В общем, приятно. Мне кажется, можно даже немножко сравнить вот с оригинальной натурелькой. Вот что-то такое общее есть. Такой красивый флакончик. Будто он такой этот, типа раритет какой-нибудь там, от бабулькиной молодости. В общем, вот такой вот у меня подарок от Аленки. Так вот. Выставлю. И сейчас я запишу, хотя оно, наверное, уже совсем поздно выложится. У меня вообще монтировался сейчас тот видос, который, я думаю, под первым на канале. Про который я в самом начале видео говорила. В общем, запишу видос про подарки и покупки в цифраше. В общем, если вы досмотрели до конца, то я очень рада, потому что вы словили мои положительные эмоции, которые я кидаю исключительно в конце видео. Еще раз спасибо Аленке. Ну и будет ссылка на ее канал. Проходите там, подписывайтесь. Смотрите ее видео. Очень классная девчонка. Мы с ней вообще 15 лет уже. Будем, наверное, где-то в декабре. Будем 15 лет, как мы дружим. Ну и, короче говоря, всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok